Привет, ребят! Это первая серия о нашей поездке за большой рыбой в Астрахань. Началась она в городе Дмитров и закончилась в селе Бакланье Красноярского района. Нет, не того Красноярского, который вы подумали, не в Сибири. Это Астраханская область. Поездка прошла через города Дмитров, Москва, Воронеж, Волгоград, Харабали, Бакланье и еще множество городов, которых я не упомянул, но они не менее значимы для нас. Проехали 1600 километров для того, чтобы увидеть самим и показать вам. Время в пути 27 часов. Я проехал с остановки на сон около часа. За поездку спалили примерно 530 литров газа и около 50 литров бензина. Цена поездки в одну сторону приблизительно 12 тысяч рублей по топливу. Что было интересного на маршруте и стоило ли ехать в такую даль, смотрите сами. Ну что, ребятки, всем доброе утро. Начинается наша поездка в Астрахань. Времени 5-10. Я чуть-чуть опаздываю, еду забирать мишку. И всего 1600 километров, и мы будем на отличной рыбалке. Очень на это надеюсь. Ну что ж, давайте заберем мишку и помчимся. Ребят, я сейчас мишку пропустил. По дороге еду, еду. Смотрю, мужик голосует какой-то. А это оказывается, мишка несется. Вон он. Так бы я и проехал. Ребят, признаюсь, первым делом я подумал, выйти на дорогу и широко расставить руки. Как хорошо, что я этого не сделал. Я аж как локомотив. Быстро не могу остановиться. Да, это точно. Ну что, Мишаня, как настрой? Ура, Вастахань. Ура, Вастахань. Ура. Все, едем. Ура. Первый, здравствуй. Нет, это не по-нашу. Сейчас идем на Дон, потому что там по платникам мы пройдем быстрее. Скоро мы выберемся из этого муравейника. Ура, мы съехали с Амкадо на Дон. Велосипед. Деньги давай, давай деньги. Так, господа, мы прошли первый платник. Астрахань, где ты? Ну что, ребят, происходит заправка газом в нашей машинке. Почти бак весь скатали. Ну, ёшкин, матрёшкин. Стало выпивать. Доброе утро. Доброе. Запоростов. Вездеход. Я уже понял. С него там что, рыбу можно ловить? Все можно делать. Дверь вниз открыл, и все, и можешь сидеть. На, вези чеку канала на ютубе. Заходи, посмотри. А. Ну, я думаю, все, ну ты не широкий? Сколько у нас? Не, 2,50. 2,50? Да, ну все с промышленно обвездают. Это хобби, да? Такие машины? Ну да. Давай, да. Счастливо. Вот так вот будет у нас еще один подпуск. Ой, ребят, вот опять гайцы тормознули аж прям на трассе. Здравствуйте, у нас тут. Так. Чуть привысит. Вездеход. Вездеход? Да. Ребята, едем. Кто-то рулит, а кто-то сачкует. Шапочку на глазки натянул. И дрыхнет. Ребята, что с вами? Рыбалка началась. Все. Да, рыбалка. Так что через недельки-полторы будут новые видосы. Да, сегас. Плотный проезд. Спасибо. О, у нас какая стопка бумажек уже. Плотный проезд. Плотный проезд. О, ребята, у фуры колесо взорвалось. Это хлопок был. Хорошо, что у нас там рядом не было. Да. И встречу не было. Да, да, да. Плотный проезд в разные стороны, вам и не горюй. Вот она взорвалась колесо. Как бы это упал. Да хорошо, рядом не шли. Ребятки, внимательно. Варечка направо была 7. Так, Мишка сейчас собрался считать, сколько мы потратили на платников. Да, да, вот я сейчас калькуляцию составлю. Кстати, везде мы прошли по второй категории. Странно, что когда в Питер идешь, там третью считают. Из-за высоты. А тут из-за высоты все проходим и ничего не спускали. Там северная надплата. Сейчас нам все это обошлось в 785 рублей. О, ужас какой. Мы не согласны, едем обратно. Ну что, ребят, вот у нас подписчик остановил нас. Сейчас попьем чайку. Пообщаемся. Пообщаемся. Находимся в кафе Стоянка, домашняя кухня. Пообщаемся. Здорово, Серега меня зовут. Гера, приветствую. Да тебя, вас-то уже знаем, блин. Уже не смотрим, да я знаю. Ну вот, ребятки, вот так вот нигде не скрыться от подписчиков. Это, конечно же, не скрыться. Приятно, да. Да, 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 да. Вот на такой большой машине. О, у тебя тут целый дом. А то, живем же. Не, бутеры у нас есть. Давай, сейчас все достанем. Сейчас мы сварганим стол. Смотри. Ну, и стол откидной есть. Все как в шерпи, елки-палки. С катерцем обранка. Да. Так. Ну, вообще. Ну, что ж, не будем вас дразнить. Мы сейчас быстро перекусим и поедем дальше. Там уже судаки тревогу блюдят. Где вы, ребят, вы кричат. Когда приедете, да. Все, давайте. Приятного вам аппетита. И нам тоже. О, ребят, небольшой экскурс в кабину дальнобойной машины. Так. Спиньки у нас вот такие здесь. Вот. Вот так, значит, обитают два спальных места. Места просто обалдеть сколько. О. Музыка. Спальник. Место вагон. Хоть пляши. Место вагон, хоть пляши, говорю, здесь. Так, тапочки сниму. Вот сейчас. Всегда всю жизнь мечтал это сделать. Ах. Ах. О. О. О-хо-хо-хо. С ума сойти. Сижу. Сижу в кресле для насыпотней машины. Офигеть. Это, конечно, не шерп, но тоже колосна. Нравится. Вы посмотрите, какой диапазон регулировок на рабочем месте. О, обзор-то какой елкий. Вот стою я на земле и сидит. Кабина шатается. Жопа шатается. Точно уснуть можно. Ну что, ребят, почти шерп. Почти шерп. Классно. Ну, Мишка уже все снял, все показал. Ребят, сейчас осуществится моя, ну, одна из моих мечт. Прокачусь я на фуре. Сергей? Сергей прокатил меня на фуре. А Васильич подождет нас где-то впереди. Вот. Ну что ж, иду. Так. Сереж, сапожки. А, здесь у меня туда дадим. Они вообще не, они у меня здесь стоят. И не падают еще. А, здесь же дверь. Здесь дверь закрывает. Тут же вот, яку держу. Все, понял. Так, ну-ка. Опа, 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 опа. Все, сейчас чуть порядочка. Погоди, опа. Обалдеть. Вот это вот. Ребят, место, скажу вам, здесь просто с ума сойти. Сколько? После крайне ограниченного пространства в шерпе, здесь просто фантазия разбегается, что здесь можно все творить. Вот, завелся мощный мотор. Прямо, как это? Пятая точка ощущает под собой. Сколько здесь, аксукнил лошадей? 460. Ощущает 460 лошадей под собой. С ума сойти. Так. Ну что ж. Сейчас вся эта махина. Так, это Платон, да? Да-да-да, это Платон. Это Платон. Вот, ребята. Эта фигня называется Платон. То, что платят, снимают с нас дать. Не с нас, а с наших работодателей. И не просто за 12 лет. Сумасшедшее ощущение такое, как будто что-то нереально большое тебя подхватило и понесло высоко над дорогой. Прямо вот невозможно это передать первый раз в жизни. Сколько она весит? Весит сама машина. Ну, весит с грузом сейчас. Сколько весит? Сейчас порядка 40 тонн. Ребят, 40 тонн. 40 тонн? 40 тонн. Ну, идем нормально, без перегруза. Ой. Да. Я вам скажу, непередаваемое ощущение. Все настолько мягко, тихо. В такой машине действительно можно ехать далеко. Можно сравнить с работой подвески вот Шерпа. Все очень мягко. Спина на себе. Спина говорит, Михаил Юрьевич, спасибо тебе. Ты посадил меня в одно из лучших кресел, в которых ты когда-нибудь меня сажал. Класс, народ, я дальше продолжу наслаждаться поездкой. Слова просто заканчиваются. Слушай, ну вот я по ощущениям, по ощущениям, но я не думаю, что прям сложно вести машину. Нет, вообще сложно. На самом деле, у меня тоже легковая, на дальнее расстояние я на легковой не могу ехать. Я на эти тысячу проеду нормально. 900 тысяч спокойно. На маленькой я засыпаю. Спина устает, ноги затекают. Нет. Ну вот здесь рабочая посадка, какая должна быть. Сидишь прямо. Обзор лучше. Обзор. И не так устаешь. Да, здесь все еще не такие, что можно ехать и ехать, ехать и ехать. Здесь даже как-то вот, не знаю, дышится что-то по-особенному. Как-то вольнее. Как-то вот хочется прям вот ехать, ехать, ехать и ехать. Точнее, не ехать, а в этом автомобиле, наверное, не едешь, а немножко низехонько на дорогу летишь. Есть такие ощущения. Нет, ну спина, конечно, просто, можно сказать, получает процедуру. Ребята, а вот как выглядит шерп из фуры. Вот так вот, ребят, мы ездим на рыбалке. И вот так нас видно со стороны. Катится наша тележка. Впереди фуджик трудяга. За рулем Герасим Васильевич сидит. Сейчас мы его снимем. Герасим Васильевич, вон я. Всем привет, народ. Я в фуре. Герасим Васильевич. Скажу честно, мне очень понравилось. Хочу сказать огромное спасибо Серёге. Серёге. Потому что, ну, осуществилась буквально мечта идиота. Всегда рады. Всё, пожелаем, Серёг, тебе хорошего пути. Не гвоздя, не жезла. Ага. Ну вот. Пойдём, я выехал. Ну, пойдём. Герасим Васильевич. Хочется. Ты знаешь как? Там очень хорошо. Там даже лучше, чем в Мерседесе. Да? Да. Ну вот верю. Ну всё, Серёг, рады были познакомиться. Счастливо. Хорошей дороги. Как там говорится в армалке. Да, не хвостаньте, не чешуя. Не хвостаньте, не чешуя. Спасибо. Давайте. Спасибо, что ты досмотрел наше видео до конца. Если понравилось, ставь лайк. Также мы хотели бы тебе порекомендовать следующие ролики. Вот это для тебя подобрал YouTube. Вот это наш самый последний новый ролик. И вот это мы рекомендовали бы тебе посмотреть сами. Если ты ещё не подписан, обязательно подпишись вот здесь. Нажми на кружок. Спасибо. Пока. Пока.